Уникальная горная местность. Есть здесь все, и лес, и река, для того, чтобы ребята смогли научиться выживать в условиях природы, а еще получить навыки армейской жизни. В Костинском районе Сочи, вблизи села Красная Воля, проводятся летние сборы воспитанников военно-патриотического клуба «Гренадер». Ребята в возрасте от 10 до 17 лет получают навыки специальной физической и военной подготовки. Чему они уже научились, интересовались сегодня ветераны Афганистана. Сейчас на стране идут серьезнейшие, огромные, колоссальные учения восточного военного округа, где принимают участие более 160 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч танков, 70 кораблей, более 100 самолетов. Их проводят верховные главнокомандующие. И то, что сегодня проводятся сборы в Красной Воле, посвященные годовщине начала битвы за Кавказ, где ребята получат реальные навыки в военной службе, в патриотизме, взаимопомощи. То, что понадобится им для службы в армии, это чрезвычайно важно. Здесь, по сути, мини-армия. Строжайший порядок и не единой свободной минуты. Старшие занимаются с младшими. Десятилетки стараются изо всех сил подражать 15-летним командирам. На месте, шагом, марш, левый, левый, раз, два, три, левый, левый, раз, два, три. У кого-то лучше получается автомат Калашникова разбирать, быстрее всего. Кто-то больше всего на турнике потягивается, кто-то больше всего отжимается на брусьях. У кого-то лучше всего получается строевая. И все в отделении у меня так, получается, отделение боевое. Но в бой пока еще этим мальчишкам рано. Организаторы военно-полевых сборов понимают. Главное подготовить призывников к военной службе морально, профессионально и физически. У этих ребят уже не будет негативной установки на службу. Они многое узнают об армейском быте и уставе. Они общаются друг с другом в мужском коллективе 24 часа в сутки, в казарменных условиях. Они обеспечивают свой быт и быт своих товарищей. Они несут наряды, помимо традиционных пограничных, секреты, дозоры, разведывно-поисковая группа, тревожная группа, заслон, наряды по кухне. Они обеспечивают свой быт. Им нужно содержать свое тело в чистоте, одежду, расположение, казарму. Это все делает ребят самостоятельными и взрослее. Шесть гренадерцев даже получили право ношения зеленого берета, символа доблести и чести в пограничной службе. Виталий Соболев мечтает об офицерской карьере. После 11 классов будет поступать в Голитинский пограничный институт. А пока как губка впитывает от офицеров, прошедших суровые афганские будни, всю информацию. Ветераны боевых действий – частые гости в среде подростков. Они рассказывают воспитанникам клуба «Гренадер» об истории России, о том, с какими угрозами приходится сталкиваться в нашей стране, о боевых традициях и обычаях. Получаем такие моральные ценности, нам рассказывают о таких вещах, о которых мы не услышим в школе, не услышим на улице, не услышим даже дома бывает. Практические занятия и тренировки, вплоть до ночных караулов. Все это очень интересно самим ребятам. Есть среди воспитанников клуба и девушки. Они хоть и считаются слабым полом, но тоже учатся быть сильными. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.